здравствуйте уважаемые блогеры сегодня 2 мая блогер из перми сотрудник любой бывший бессонов Алексей Борисович ну вы знаете вот мне задает вопрос Синицына Елена как я отношусь к Путину ну давайте попытаемся увязать вот этот вопрос и вопросы касающиеся Путина и ситуации в Кемерово ну как я к нему отношусь я отношусь к нему отрицательному почему вы знаете я все таки вот мой жизненный путь он начинался как положено я все делал армия высшая школа ГГБ я ругался с начальством когда начальство нарушало законность и так далее я копал окопы бегал кидал ножи стрелял то есть как бы я все делать так как положено делать офицеру в этой системе сотруднику этой системы но Путин же человек штатский пришел с университета отдел погоны и как правило люди вот такие да которые вот эти все механизмы не прошли ведь как человек формируется человек формируется через преодоление в этом плане не случайно так сказать да Христос нес свой крест на Голгофу преодолевая смешки и тычки и так далее страдания так и здесь то есть вот для того чтобы одеть погоню вот этой тайной службы для этого нужно все это пройти вот я только в казарме прошел восемь лет да поэтому поэтому как бы внутренний стержень человека он сформируется он понимает есть конечно разведка дело очень сложное и что греха таить там очень много коварного как говорят что слишком подло дело поэтому могут заниматься истинные джентльмены но разведка и контрразведка она занимается иностранными шпионами иностранными предателями шпионами но не своими любимыми гражданами граждан она защищает понимаете конечно когда речь заходит о специальных операциях за границей в отношении иностранных специальных служб то конечно с точки зрения закона тех стран КГБ нарушала и будет нарушать те нормативные акты которые действуют в этих странах в интересах своего государства но в отношении страны отношения своих граждан здесь нужно действовать только законность и ничего больше помните же человек который через это все перешагивал и перешагивал неоднократно есть прекрасная книга прокурора Илюхина Виталий Ивановича генерального и он пишет что из себя представляет этот человек но вспомните взрывы домов да когда так сказать в угоду тому чтобы натянуть себе рейтинги человек переступил через эти все вещи но он мог состояться только в условиях хаоса когда нет проходительной системы нет прокурорской системы а ее сегодня нет она к сожалению была в 90-е годы целиком вся разрушена людей вот старой закваской которые бы сказали нет ну мало ли что Путин президент Петров как ранит вы закон нарушили все садись в тюрьму а сегодня вся вертикаль выстроена в таком образе то есть она вся завязана да что можно командовать кем угодно оперативным работником в милиции в кафе фсб прокурором судьей то есть нету того стержня этого фундамента который бы объединялась система который назывался государством фундамент один принцип преданности одному человеку это не государство это какая-то автократия по-другому или что там так сказать да цезареву преданность это не государство поэтому Путин его карьера же вспомните в 90-е годы когда он работал в мэрии Собчака об этом очень много фильмов смятых в принципе справедливых фильмов смятых зачем он там занимался да он совместно с бандитскими группировками как утверждают авторы фильмов делил собственность там и так далее я этим не занимался никогда понимаете да я был в этом праве наивен да я говорил о законности необходимости соблюдения законности и так далее странно за это так сказать там психушки бросали стреляли там и так далее вот а Путин у него этих вопросов в голове в душе в создании никогда не возникало надо там так решить вопрос бандитами пошел решил а законность как а если прокурор пройдет за счет разбираться и все и ты получишь свои 15 лет или пожизненный срок но вот прокуратуры не было и он не получил поэтому поэтому я к таким людям отношусь с чисто брезгливостью откровенно говоря и потом я знаете что еще хочу сказать что 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 феномен но я сказал что феномен мог только смутаться стояться да и потом Путин у него понимаете он всегда был на второстепенных ролях как бы не проходил вот эти вот ситуации он никогда не сидел в засадах на учениях там не копал окопы там не кидал ножи там он закончил 101 школу кстати эту 101 школу мы перекрывали преподавателями были мы потому что наше учебное заведение оно было базовое по всем Советскому Союзу и преподавателями мы уходили во все во все школы их было в Минске и Новосибирске потому что читается огромное количество специальной дисциплины и они тоже там тоже нужны специалисты учить шпионов тоже надо уметь вот поэтому как бы он всегда был на вторых ролях ему и у него видимо внутри вот это вот игры в шпионах они не переигрались да отсюда ну и уже видите окружение Путина кто при нем возглавил ФСБ там люди вообще с улицы просто приходили вот артист был там Севастьянов которого Ельцин пригласил он хотел быть шпиона всю жизнь книжки читал и хотел у него с детства то все было ему кстати в академии у нас говорят ну давайте мы для вас создадим курсы там месячные двухмесячные пройдете хотя бы вам расскажет как что обучить ну понимаете это же такая же профессия как профессия врача Сталин же был не дурак он все академию генерального штаба про переводил на ускоренное обучение преподаватели в армию выезжали а контрразведку разведку клонет полный курс будете учить и всю войну кого набирали они учили все пять лет полный курс на год зачитать давалось все были на военном по икее хорошо платили но никаких так сказать все дело подлое хитрое поэтому должны быть все проходят как положено они если он с улицы вчера он там бизнеса где-то работал захотел стать директором ФСБ стал директором ФСБ генералом ФСБ он там генералами за 8 месяцев или с НВД пришел у нас из зубчика есть и рассказывал про него как он бизнесменов собирался из Перми в 90-е годы и говорил что вы с бандитами да не ругайтесь вы платите им деньги вот такая времена таких смуток что там там не бывает людей ярких мощных смута смута рождает своих героев своих и так далее поэтому да и путин увидел всю политическую жизнь страны все общественную жизнь превратил спецоперации выборы спецоперации взрывы домов сейчас кемеров игорь еще устроил там и так далее то есть но зачем это надо стране должен действовать законность вот если бы я был начальником ФСБ или управление ФСБ в центральном аппарате мне пришли с администрации сказали вот организуй такие дела там я сказал ну пошли вы нахер есть законность уже не притягивайте зачем поэтому я никогда не стану не стану при Путине и так далее привел в КГБ там все нормально было там все таки они заботились о будущем системе тем кто пройдет чтобы люди были образованы с каким-то стержнем внутренним а этим ничего не надо он дал команду администрации там какую-то спецоперацию на выборах провести они провели но какая какая может быть спецоперация на выборах на выборах может одно быть воля граждан а спецслужбы должны охранять эту волю чтобы на нее никто не действовал не нравится у нас переизбирайте избирайте другого идите в суды но и судов то нет поэтому ну к сожалению вот в такой цепнот мы попали да и экономики нет ничего нет есть сплошные специальные операции он выпивает вот эти специальные операции я считаю что если бы хотя бы раз один кого-то из руководства ФСБ бы посадили на скамьем подсудимых и спросили вот за все эти делишки которые тут устраивали то все вопрос был решен никогда бы такого безобразия больше не притворялось ФСБ это не удавка в руках одного там Путина Смутина там Патрушева и так далее это государственный образ его про задачи проходить на прошлом сомнении законности понимаете да он но к сожалению вот вот поэтому так вот я к нему отношусь он некомпетентный человек непрофессиональный человек он человек с очень низких моральными качествами и так далее понимаете человек который может через все что можно перешагнуть к сожалению он перешагнул поэтому лично я не он президент я буду подчиняться но руки лично я ему никогда не поддал и вот допустим если меня пригласят он будет мне вручать медали там ордена я у него скажу нет не надо я не пойду вам надо вы вручайте а я от вас ничего не получу и мне и Ельцин и Путин ничего не давал звание мне присваивал крючков квартиру давал крючков ну как бы было конечно там тоже на большом уровне какие-то игры еще были свои но мы это не знали наше дело было маленькое мы выполняли приказы свои они все были в рамках закона все как положено все таки я должен знать что строю у меня стоят такие же какие тоже все прошли армии там все ну тогда можно что-то а когда там папа сват брат там как то что сейчас превратили фсб это уже не фсб это не безопасность это уже контора какая-то непонятно плотная поэтому все рухнуло поэтому системы то нет не МВД нет системы не безопасности людей нет поэтому и выборы превращают в специальные операции надо заботиться о гражданах о законности какие могут быть спецоперации на выборах голосуйте проголосовали выходи граждане забирали и так далее задача безопасности обеспечить эту объективную волю иди делать так чтобы граждане за тебя голосовали прогибайся перед ними заигрывай уговаривай их тогда все нормально но к сожалению ничего этого нет плохо я отношусь к Путину лично я ему руки никогда не подам никогда во первых вы знаете я все-таки считаю что людей у которых на руках которых кровь наших граждан им знаете я вот я не сторонник преступной касты мне это не нравится и бандитами я никогда не не ходил это это бандиты бандиты уже сидят в тюрьме но у них все-таки в иерархии их не бандитской убийца это самый низкий самая низкая категория самая низкая понимаете даже насильник тот и тот а убийца это убийца это макрушка это самое подлое существо на свете которого вообще даже близко нельзя так сказать воспринимать за чеку на его руках душу наших граждан у этого убийца поэтому его моя совесть и мои руки они что-то чистые и спокойные я никогда ничего не нарушал я получал свои пули психушки за наших граждан когда девочку они оставили инвалидом стреляли я закрывал пулю получал ругался с начальством но это наши граждане мы должны беречь защищать за это вы нам платите деньги нас содержите какая лица кто-то сделал фсб директор фсб президент папа римский ну садись в тюрьму вверх вы должны сюда посадить за это они виноваты не гуляют вот и все очень просто поэтому я путина руки не поддам ему конечно от этого не холодно жалко но тем не менее и спокойнее спасибо большое спасибо большое спасибо большое